Всем привет! Сегодня я хочу показать вам свои книжные покупки и книжные подарки и также спасенные книги. Все очень запутанно, очень странно, но тем не менее. И еще сегодня у меня... ангина. Нет, сегодня у меня будут шумы на фоне, очень интересные звуки, падающие, бьющиеся, шрудящие, потому что у меня появился маленький паразит, точнее паразитка. Да, вот, это паразитка. Она не дает спать уже мне неделю и я не знаю, я первый раз снимаю видео с этим чудом, но это просто жесть. И как вы думаете, ее зовут, вот это вот чудо природы? У нее просто гениальное имя, которое подходит ей прямо идеально. Ее зовут Непосидючка. Непосидючка, поздоровайся. Непосидючка, привет. Я Непосидючка. Этот маленький чертенок, он все бьет, она, она все бьет, все грызет. Но я ее люблю. Да. Все, идти гуляй. Только книжки не грози больше, ладно? Все, кыш-кыш. Все, я начинаю показывать в первую очередь книги. Фу-фу-фу. Книги от издательства, которые мне прислали. Я в прошлый раз показывала книги от издательства Старого Льва. Ну не грози книжку ты, ну что ты, перестань, брось, фу. Ну, а теперь мне еще одно издательство прислало. Я уже показывала одну из этих книг. Я повторюсь, опять же, это Ковард Лавкрафт. Ну куда ты лезешь? Ковард Лавкрафт и его сборник. Прекраснейшая книга. Она большая, она настолько качественная, она настолько красивая. Это издательство Жупанского, я еще не упомянула. Не перестаю хвалить эту книгу, не перестаю хвалить это прекрасное издание, это издательство. Бумага здесь просто, ну я такой качественной бумаги еще не трогала. Ну, в новых книгах, в те, которые издают сейчас. А это просто, ну красота. Серьезно, народ. Смотрите, и цена у этой книги по сравнению с остальными книжками намного тоньше нее. И качество не такое вообще. Короче, я вам кидаю ссылку на то видео. Там есть крупные планы некоторые. Я больше хвалю эту книгу. Можете пройти по ссылочке, кому интересно, или же на ссылочку издательства, чтобы эту книгу заказать. Если, возможно, есть фанаты Говарда Лавкрафта, и кто хочет получить эту книгу в родном переводе, в нашем украинском переводе. Следующая книжка, опять же, от этого издательства, это «Болезники Тахари». Тахари. Она меня сбивает. Это «Болезники Тахари» Кристофер Райнсмайер. Да, правильно прочитала Райнсмайер. Я не могу сгибать с ней. Ужас. Она в зеркале играется. Я уже немножко начала её читать, но слегка забросила. Я вообще начала все скопом книжки читать от издательства. И там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, потому что мне всё интересно. И у меня прямо глаза вот так вот разбегаются. Я не знаю, что же мне всё-таки делать. За какую книгу взяться конкретно. Так вот, «Болезники Тахари» я почему-то думала, что это антиутопия. Но это не антиутопия. Я сейчас кого-то буду бить. Но это не антиутопия. Это военная книга, потому что всё начинается с войны, или точнее возвращение на поезде людей, которые участвовали в войне. Но здесь Бразилия. На самых первых страницах здесь какие-то трупы в каком-то бразильском городе. Но город я почему-то не запомнила, потому что... Я же говорю, я начала все книги сразу читать, и в итоге я не прочитала вообще практически ничего. Нет, нет, я что-то прочитала. Но так вот, Кристофер Альцмайер «Болезники Тахары». Я если прочитаю, когда прочитаю, я сделаю отдельное видео, само собой, конечно же. Если кто-то знает об этом авторе или об этой книжке, напишите мне, пожалуйста, что же это всё-таки такое. Военная ли эта книга? Потому что я побаиваюсь военных книжек. Ну, а вдруг? Вдруг. Так, следующая книга. Да я покажу вместе две книги, потому что, ну... Потому что они, ну, немножечко связаны. Первая это... 1984. Джорджа Орвелла. Украинской. От жупанского. Оу. Это просто... Ой, классное, серьёзное издание. Очень крутое. Здесь такой глаз. Такой крутой, красивый глаз. И я так хочу почитать книгу в нашем переводе. Я же её читала. Она мне попалась от Марины Палапининота. С канала Марина Книжная. И, ну, это, наверное, была первая или там вторая антиутопия в моей жизни. Она мне понравилась. Я очень хочу ещё в нашем переводе почитать. А книга, которая с ней, это 2084-й. Булема Сансаля. И я тоже бы начала её читать. Само собой, конечно же. Это, что это? Гран-при французской академии. Ну, а сам автор алжирский письменник. Ну, автор алжирец. Я не знаю, есть ли такое слово в русском языке, но он известный алжирский писатель. Да. Ей не нравится азбука классика. Куда ты лезешь? Это просто, ай, это невыносимо. Так вот, хотя это алжирский писатель, гран-при почему-то французской академии перестань. Кыш. Вот, и здесь всё замешано на религии. Получается, управленческий аппарат, его, как бы, рука или механизм воздействия идёт через религию и какие-то религиозные мышления и какие-то веи, ветви. Кыш, ну, что ты там делаешь? Иди оттуда, иди, 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 нельзя туда, иди. Блин, как я это видео буду монтировать, я не знаю. Это книжка о таком сильном каком-то правлении, которое контролирует людей с помощью религии. И здесь есть святой Ати, которого я путала с главным героем, которого зовут... Ой, нет, святой Аби, а зовут главного героя Ати. И я вот немножечко читала, пока вот эти первые 40 страниц читала, я Ати, Аби, это для меня был один человек, и только потом до меня дошло, что это, блин, два человека, один из них это Бог или человек, который приравнивается к Богу, у него там третий глаз на лбу, а Ати это просто какой-то больной. Не больной на голову, а просто больной и старый человек, у которого сухоты. Это какая-то лёгочная болезнь, и, к сожалению, я вот не знаю, как она правильно называется сейчас. Так, следующие книги я заказала «В клубе семейного досуга» я взяла всего 4 книжки оттуда. Так, это уже покупки, да, всё. Это не подарки от Жупанского, а покупки за мои огромные заработанные денежки. И эта книга вот первая, которую я покажу, она меня очень разочаровала, потому что такая обложка, блин, я на неё купилась, хотя я не покупаюсь на это, аннотация тоже такая, блин, какой-то такой фантастический боевик должен был быть. Вот что это. Это Гарри Гаррисон, рождение стального щур, щура, рождение стальной крысы, да, ну, вроде так. Так вот, ну, посмотрите, какая крутая обложка. Ну, кыш оттуда, там мой кактус сидит, иди от него, марш, 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 марш. Вот, конечно. Рождение стальной крысы. Посмотрите, вот какая крутая обложка, какой-то киборг, а-ля киборг, и такая вот анимешная или комиксовая, прикольная обложечка вообще. Но то, что здесь внутри, здесь такой корявый язык, и это смахивает скорее на какой-то черновик, или такие вот наброски, вот как бы там... Хотя Гарри Гаррисон, я так понимаю, это, ну, классика фантастики, нет? Ну, почему я так его называю? Вы поймёте по следующей книге. Так что по первым строкам в этой книге я вообще не понимаю, зачем я её взяла, я жалею об этом. Но надеюсь, что будет лучше. Следующая книжка это, опять же, Гарри Гаррисон, но на этот раз это «Пленённая вселенная». Вот такая вот книжулечка от Азбуки классики. В супер-бложке, но никакой разницы между ними нет. Показываю просто так, чтобы вы знали. Потому что я лично не люблю, когда мне показывают книжку в супер-бложке, а не показывают, что же там внутри. Я вдруг она отличается. То есть, бумага здесь уже лучше, издание лучше, но это русский язык, а вот та крыса, это был украинский. И здесь есть три рассказа, повести, что здесь, я не знаю. «Пленённая вселенная», «Космический врач» и «Спасательный корабль». Но, ещё что интересно. Эта книга самая последняя, самая-самая-самая последняя. Здесь для таких, как я, которые первый раз вообще эту серию видят. «Пленённая вселенная», самая-самая последняя из всех. Ну, я так понимаю, это всё тоже книги Гарри Гаррисона. И здесь написано, что это литературное наследие Гаррисона. Один из главных монументов по современной научной фантастике. И я немножко в шоке, когда я прочитала там первую или две страницы этой «Стальной крысы». Вот это вот монумент научной фантастики, который пишет таким языком, ну, не знаю, что будет дальше. Может, это какой-то черновик, какая-то недоработанная версия. Может быть, это будет лучше. Я очень на это надеюсь. И следующие две книги меня очень порадовали. Я всегда матерюсь на книжный клуб. Мне никогда не нравятся его переводы. То обложка нет, а то ещё что-то не так. Мне не догонишь. Мне не угодишь никак, в принципе. Но вот эти две книги про Ведьмака Сапковского, первый и второй том, я вроде... Это вроде первые, да, люди, кто знает. Последнее желание, а это меч назначения. Как-то так. Они тоже в украинском переводе. И вы знаете, вот это первый украинский клубовский перевод, от которого я в восторге. Я прочитала первую сцену, любовную сцену, кто читал первую часть Сапковского, вот этого Ведьмака знает, что там сразу на первых строках небольшая любовная сценка. Ну, такой намёк себе. И я читала её в русском варианте. Начинала читать Ведьмака, но потом забросила. И мне язык показался таким грубым и каким-то таким неотёсанным. Ну, грубовато очень эта сцена переведена. И я подумала, ну, что эта вся книга такая будет. Не трогай мою кисточку. Она уже грядёт мою кисточку. Но когда я прочитала эту сцену здесь, в первой книге, блин, она настолько нежно и поэтично описана. Реально поэтично. Вот переводчик, скорее всего, наверное, такой романтик, какой-то трогательный, нежный человек. Или, по крайней мере, у него стиль такой. Он подобрал такие слова. И совершенно по-другому читается. Совершенно по-другому воспринимается книга. И Сапковский совершенно по-другому воспринимается. Так что всё-таки очень многое зависит от переводчика. Вот очень-очень. И да, вы меня очень порадовали. Клуб семейного досуга, как ни странно, но в этот раз я прямо вам прочитаю переводчика. Кто это? Здесь есть карта на первой странице, и на последней тоже есть карта. И здесь очень шрифт, такой неординарный, необычный шрифт для книги. Сейчас скажу вам переводчиком. Буду вас хвалить, кто вы есть. Перевод с польской Сергей Легиза. С польской. Перевод с польской Сергей Легиза. Спасибо вам большое. Вы просто замечательный, прекраснейший человек, делающий свою работу качественно и очень хорошо. В следующей книге я вам покажу те, которые я спасла. Я серьёзно их спасла. Одна из чего всё началось. Вот с этой книги. Так, это «Фантастика. Чёртово колесо». Такая вот невзрачная, непонятная книжка. Она всегда стояла на полке у моих родителей, но я не обращала на неё внимания. Только недавно мне стукнуло в голову, нормально её разглядеть. Здесь такие рисуночки из детства, они меня пугали. Я их немного не понимала. Человек, который вылазит из трубы, крыса какая-то вот здесь. Возможно, у кого-то тоже есть такие вот книги. Они очень старые, 92-го года. Так вот, и здесь содержания практически нет. Оно где-то здесь затеряно. А, вот оно где. Короче, я его не видела раньше. И здесь, знаете, что есть? Книга, роман, который уже фигурировал у меня здесь. Это Джордж Орвелл, 1984-й. Я читала его в электронке, а оказывается, он у меня всегда был. Он всегда стоял у меня на полке, но я об этом не подозревала. И ещё одна замечательная антиутопия у меня тоже есть. Это «Один и новый мир» Олдес Хаксли. Ох, я просто... Я была в восторге, но меня ждало очень большое разочарование. Эта книга всегда стояла рядом с вторым томом. Я всё перерыла. Но второго тома я не нашла. Я даже залезла на чердак к родителям. Я не нашла второго тома. Я сняла кучу книжек, которые являются классикой. И она на чердаке, но не нашла этой книги. И я в разочаровании. Но потом я уже увидела в интернете, почитала, что там было, там были какие-то рассказы или наваяла, что там было не очень сильно известных авторов. Так что, ну, немножечко это сгладило мою обиду. Но всё равно обидно. Следующая книга. Вы никогда не поверите, что лежит у моих родителей на чердаке. Там просто море русской классики. Гоголь. Мёртвые души. На чердаке. Это издевательство. Просто издевательство. Книга в хорошем состоянии. Блин, замечательная. Нормальная книга. Она хорошо сохранилась. Слава Богу, я её спасла оттуда. Мёртвые души. Первый том. Том пятый вообще-то. Ну, это было собрание. Это собрание сочинений Гоголя. Том пятый. Всего один. Следующая книга. Ричард Олдингтон. Смерть героя. Вот этой книге немного меньше повезло. Она была под водой. На неё что-то лилось. Её немножко уже погрызли. Но мне очень знакомо это название. Где-то я его слышала. Я не помню, кто читал эту книгу, кто о ней рассказывал. Я уже забыла. Но, несмотря на то, что она мягкая и тонкая, здесь очень плотная набивка текста. Прямо вот поля, не поля, именно текст такой плотный, что она достаточно большая. Ещё здесь очень много примечаний. Здесь 305 страниц. Вот эта вот тонюсенькая штучка мелким шрифтом. Если кто-то знает что-то об этой книге, пожалуйста, напишите. Посоветуйте мне. Точнее, не посоветуйте, подскажите так не очень явно, о чём она. Что это за смерть героя? Так, ладно. Следующая книга меня очень сильно порадовала. Это Станислав Лем. «Возвращение со звёзд». На украинском языке книга старая-престарая. Какой это год? 65-й год. Она старше за меня на лет так... Больше 15 лет, по-моему. И 20 лет. Ну, короче, блин, я не могу считать, что ей свой возраст выказывать. Короче, она очень старая, 65-го года. И в 65-м году уже переводили на украинский язык. Это круто, это замечательно. Чем меня эта книга ещё привлекла? Я когда открыла на первых страницах, здесь такое смешное обращение к людям. Это фантастика. Всё, что я поняла, что это фантастика. И здесь обращаются к людям, как... «Коль, что с тобой, Коль? Нудно тут. Что-то там... Пойдём куда-то, Коль. Я не Коль. Почему ты Коль? Ты должен быть Колем. Я не знаю, что такое Коль. Это какой-то... Ну, что ты делаешь? Это какое-то обращение, слог. Ну, Коль, это очень смешно. Следующая книга. Я просто была в шоке, как она сюда попала. «Джек Лондон. Смирительная рубашка». «Джек Лондон. На чердаке, люди. Там мир катится, когда Джек Лондон на чердаке лежит». Всё. Наступил конец света. Серьёзно. Честно, об этом произведении у Джека Лондона я ничего не слышала. Потому что... Не знаю. Мы проходили в школе Джека Лондона, но «Смирительную рубашку» не проходили. Скорее всего, это слишком серьёзный роман для детского чтения. Мне так кажется, почему-то... О, вот здесь про тюремного заключённого, которого зовут Даррел Стэндинг. И о силе его духа. Ну, наверное, будет тяжёлая книга. Увидим, посмотрим. Ну, пускай она лежит. Всё-таки, почему она должна пропадать на чердаке? И последняя книга, я вообще не знаю, как она там оказалась, это «Франц Капка. Процесс и замок». Это издание у меня лежит в моей старой комнате у родителей. И каким-то образом одна из этих книжек перекочевала на чердак. Скорее всего, кто-то прятался там и читал её, и просто забыл. Или как, я не знаю. Но я нашла её в ящике с вот этими вот книгами. Хотя не в одном ящике. Я там перерыла все ящики. Всё-всё перерыла. Ой. Вот. Так что у меня теперь есть «Процесс и замок». Хотя я смотрела видео Алисы с канала «Хэй Алиска», который уже не «Хэй Алиска», а вот новое название. Я не могу запомнить. Вот. Она говорила, что вот эти вот два произведения не очень хороши, а превращения намного лучше. Ну, что поделать? Ничего страшного. Я её спасла и забрала с собой. Одну из книжек в моей коллекции. Так вот. Это были мои книжные покупки, и не только покупки. Я возьму несколько из них. Только всего лишь несколько книжек возьму. Потому что их много. И я их покупала не один месяц, там где-то месяца полтора. И вот последнее, что мне прислали, это вот как раз издательства Жупанского. Последние две книги – это вот эти вот две беленькие, которые в таком похожем оформлении, таком симпатичном. Там 2084-й и 1984-й. Вот. За что вам большое-большое спасибо. Книги замечательные. Я прямо не знаю, за что мне браться. И пытаюсь почитать всё вместе, но у меня это не получается. Потому что у меня, блин, дома чертёнок появился, который грезёт книги. И на работе тоже постоянно какие-то авралы. И я вообще в шоке. Я ничего не могу читать. Вам спасибо за то, что посмотрели мои книжные покупочки. Если вы уже читали какую-то из этих книжек, напишите мне, пожалуйста, о своих впечатлениях. Я буду очень рада услышать ваше мнение. Спасибо, что были со мной. Пока.